Привет, с вами Sawyer. Сегодня разговариваем про архитектурные особенности реализации джо токенов в вашем приложении. Будет много диаграмм, много теоретической информации, поэтому если вам это интересно, устраивайтесь поудобнее. Мы начинаем. Видео будет длинным, поэтому уж простите меня за много слов. Начнем с того, что и для чего используется с помощью джо токенов в ваших веб-приложениях. И речь пойдет далее именно о веб-приложениях и о HTTP, естественно, протоколе. Значит, джо токен — это некий JSON-объект, представленный в строковом или в текстовом представлении, так называемая часть payload. Об этом я рассказывал в прошлом видео, если хотите, посмотрите, будет понятнее. Так вот, payload — это просто текстовый блок JSON-объекта, да, то есть это некие текстовые представления объекта, которое передается через сеть. И, соответственно, для того, чтобы быть уверенным, что это текстовое представление не изменялось, оно подписывается сигнатурой. То есть, когда вы получаете джо токен, вы его проверяете. Каким образом? Берете данные, которые вы получили в payload, берете секрет, который должен быть тот же самый, что и секрет, который использовала сторона отправки, генерируете свою сигнатуру и сравниваете с той сигнатурой, которая пришла в токен. Если эти сигнатуры совпадают, то и данные совпадают. Соответственно, данные не изменялись в процессе доставки. Это важно. На практике чаще всего сторона, которая формирует джо токен и которая его получает, это одна и та же сторона. Почему? Потому что HTTP протокол — это протокол без сохранения состояния. То есть два запроса, которые делают один и тот же пользователь или разные пользователи, очень сложно различить. Мы не знаем, сделал этот запрос один и тот же пользователь или это сделал другой пользователь. Соответственно, нам нужно первое, что проблема, которая решается с помощью джо токенов — это сессия. То есть это та информация, тот идентификатор сессии или другая сессионная информация, которая позволяет нам несколько запросов связать в одну цепочку. То есть понять, что эта цепочка запросов связана и относится к одному и тому же пользователю, либо к одному и тому же приложению. Второй момент — это авторизация на действие. Вот, собственно, два основных момента, для чего джо токены используются. Теперь давайте поговорим о том, что если бы все было просто в необходимости собрать все в единую сессию, то и разговора бы не было. Но нам нужна некая безопасность. То есть нам нужно быть уверенным в том, что джо токен все-таки относится к какому-то человеку. Ну или к какому-то программному обеспечению, работающему от имени человека. Соответственно, джо токен должен выдаваться не абы кому. И первая задача, которая у нас возникает, это задача аутентификации. Поэтому любое приложение начинается с того, что мы проектируем часть, касающаяся аутентификации. И с помощью джо токенов или jwt токенов это будет выглядеть следующим образом. У нас есть некий клиент. Вот такой вот. Далее, для того, чтобы этот клиент получил токен, ему нужно подтвердить, что он является клиентом с необходимым уровнем прав. И первое, что есть в любой архитектуре, которая строится на базе джо токенов, это сервер авторизации. Он может быть выполнен в виде сервиса, но я считаю, что он должен выполняться именно в виде сервиса, сервера отдельного с отдельным доменным именем. И сейчас вы поймете, почему. Значит, у нас есть некий сервер авторизации. Давайте назовем его ауф. И этот сервер, он служит для того, чтобы выполнять все вещи, связанные с аутентификацией и с авторизацией. Первым делом, что у нас делается, это идет запрос от клиента к серверу. И этот запрос содержит информацию о пользователе. Аутентификацию. То есть первый запрос – это аутентификация. Это значит, что в рамках этого запроса пользователь передает либо пару логин-пароль, либо какую-то другую информацию, которая позволяет определить, кем этот пользователь является. Сервер проверяет эти данные и в ответ выдает пользователю токен. Но этот токен является не токеном доступа, как можно подумать. Это токен, который называется RefreshToken. Этот токен нужен для того, чтобы дальше использоваться в процессе проверки или авторизации действий пользователя. Значит, этот токен выдается не абы как, а выдается, используя HTTP-only cookie. То есть он выдается с помощью HTTP-протокола. В заголовке мы создаем HTTP-only cookie, которая говорит нам о том, что давайте, наверное, вот так сделаем. Пользователю выдается RefreshToken, который может быть передан только в запросе HTTP, не может быть получен с помощью JavaScript, JavaScript, не может быть иным способом изменен с помощью JavaScript, либо как-то воздействует на него иными способами, кроме как через HTTP-запрос. Ну, по сути, мы говорим о том, что сервер авторизации по домену, который есть у этого сервера, должен получать это RefreshToken, и никто другой влиять на него не должен. Значит, у RefreshToken есть такая особенность. Он является долгоживущим. Что значит долгоживущим? Это значит, что он может существовать от нескольких часов до месяцев и даже лет. То есть зависит от того, какое у нас приложение, насколько нам критично вот эта длительность жизни RefreshToken без повторной аутентификации пользователя. То есть это, по сути, то время, в рамках которого этот токен может без проверки аутентификации отвечать то, что у нас вот пользователь, который его получил, он ими является. Значит, для того, чтобы повысить безопасность этого токена, используется в этом токене, как правило, в payload этого токена может быть добавлен либо отпечаток пальца цифровой. Цифровой отпечаток он должен содержать. Что значит цифровой отпечаток? Цифровой отпечаток содержит информацию о запросе, точнее, о клиенте, который сделал запрос. То есть понятно, что если у вас есть версия браузера, какая-то информация о самом браузере, его названии, его модификации или еще что-то, все это есть в заголовке запроса, который отдает браузер. И, соответственно, на основе всех данных, которые браузер отдает или иной клиент отдает, мы можем построить некий отпечаток цифровой, который мы будем проверять каждый раз, когда будем работать с рефреш-токеном. Соответственно, у нас возникает ситуация, при которой, если мы получаем рефреш-токен, мы проверяем его цифровой отпечаток. Если цифровой отпечаток, который содержится в токене, не соответствует фактическим данным, которые передает клиент, все здорово, мы двигаемся дальше. И дальше возникает вопрос. Окей, если мы, например, этот токен делаем долгоживущим, ну, он там, допустим, в нашем понимании, долгоживущий — это неделя или там даже день. Хотелось бы сделать так, чтобы пользователь повторно передавал этот токен и когда сервер авторизации и аутентификации видит, что этот токен подходит к концу, он его может обновить. Либо сам пользователь должен явным образом обновлять этот токен до его истечения. Второй вариант предпочтительнее. Значит, поэтому у нас есть еще такое дополнительное правило, что один рефреш токен может обмениваться на один рефреш токен. Что это значит? Это значит, что сервер у нас содержит у себя базу данных, которая содержит информацию о состоянии всех токенов, что с ними происходит. Это важно, потому что вот эта часть, она нам нужна для того, чтобы мы ушли от хранения, целиком и полностью хранения на стороне клиента и, соответственно, могли зафиксировать, что какой-то токен ранее уже менялся. То есть один рефреш токен передается и обменивается на новый рефреш токен без аутентификации. Для чего это надо? Это нужно для того, чтобы если пользователь получил рефреш токен, дальше он говорит, я хочу получить новый, он не мог один и тот же токен получить дважды. Если какой-то злоумышленник перехватывает наш рефреш токен и пытается его обновить, то, естественно, он может обновить его раньше, чем оригинальный клиент. Тогда у нас возникнет коллизия. То есть один и тот же токен пытаются обновить дважды. Один раз легитимный пользователь, другой раз злоумышленник. Соответственно, тогда возникает ситуация, при которой у нас возникает нарушение безопасности. И вот здесь тогда токен и новые, старые все токены попадают в блэклист. Это нужно для того, чтобы повысить уровень безопасности. Также в блэклист попадают все токены, которые не прошли отпечаток пальца. На любое подозрительное действие наша система заставляет пройти повторную аутентификацию. То есть передать секретные данные, которые однозначно идентифицируют пользователя. Таким образом, рефреш токен, давайте, наверное... Это первая стадия любого вменяемого приложения, использующего JOT токены. То есть рефреш токен — это важная штука. Но все, что касается рефреш токена, это только взаимодействие с сервером авторизации или с сервисом авторизации. Ничего более и нигде более рефреш токен не должен ни отображаться, ни храниться, ни использоваться. То есть это такое личное отношение сервера авторизации с клиентом, которое возникает в результате аутентификации, то есть определения того, кем пользователь является. Для того, чтобы идти дальше и работать с приложениями, с сервисами, у нас существуют аксесс токены. И их можно получить только имея действующий рефреш токен. У нас также есть полезные наши сервисы, которые как раз, как правило, самые-самые у нас занятые. То есть у них хотелось бы получить максимально облегченный вариант взаимодействия с клиентом, когда никаких блэклистов, никаких дополнительных действий не требуется. То есть они должны просто работать с пользователем, но выдавать пользователю только те данные, на которые он авторизован. Поэтому первое, что делает наш клиент, он запрашивает у сервера авторизации у сервера авторизации запрашивает, соответственно, авторизацию действия. Авторизация действия – это значит, что мы передаем серверу запрос. У него есть для этого специальный метод, в котором мы передаем рефреш токен. То есть прежде чем мы перейдем к авторизации действий, мы должны запросить у сервера авторизации пройти аутентификацию и иметь рефреш токен. То есть мы передаем серверу наш HTTP-only рефреш токен и в ответ сервер проверяет наш рефреш токен, проверяет отпечаток пальца и в ответ передает нам уже JOT токен, который как раз является основной действующей единицей нашего сервиса. То есть это так называемый access token, то есть токен доступа. Этот токен, коротко, живущий. Суть в том, что этот токен непосредственно позволяет нам Давайте вот сервис уберем, сюда перенесем. Этот токен непосредственно помогает нам авторизовать наши действия у сервиса. Поэтому он должен существовать недолго. От нескольких минут, десятков минут, ну максимум до одного дня. И токен доступа обладает некоторыми проблемами. Его нельзя отозвать, его нельзя поместить в черный список, его никак нельзя скомпрометировать, точнее, никак нельзя сказать сервису, что он скомпрометирован. Поэтому он должен жить максимально недолго. Это раз. Второй момент. Токен доступа должен содержать только ту информацию, которая нужна сервису для того, чтобы определить, может по этому токену пользователь получить информацию или нет. То есть информация по JOT токену с типом доступа нужна для того, чтобы сервис мог понять по JOT токену, клиент может получить данные или нет. То есть дальше идет запрос сюда. Здесь, здесь сюда передается уже Аксис токен. И в ответ сервис возвращает данные. Еще один нюанс, который касается Аксис токена, он хранится в памяти. В памяти клиента. То есть он либо хранится в локальном хранилище, доступный только для вкладки, либо хранится в памяти, оперативной памяти клиента. Для чего? Для того, чтобы к нему нельзя было получить доступ откуда-то еще, чтобы его нельзя было по-простому перехватить. Таким образом, в рамках установленной, запрошенной авторизации клиент получает ровно один токен в свою память. И если он закроет окошечко, ему нужно снова его получать для того, чтобы иметь доступ к сервису. Значит, пока клиент обладает действующим Аксис токеном, он может делать от одного до бесконечности запросов, используя этот токен. То есть, это никак не ограничено. И он будет получать каждый раз по этому токену данные. Естественно, для разных сервисов могут использоваться разные токены, либо один и тот же. Это зависит от того, насколько наш токен, ну или наше приложение должно быть безопасным. Нужно понимать, что Jotoken это не самый лучший способ организации безопасного взаимодействия с сервисами, потому что при перехвате даже незначительного по времени, по длительности Аксис токена за несколько минут злоумышленник может наделать много бед, если ваше приложение, например, имеет какие-то финансовые или какие-то другие серьезные обязательства перед клиентом, тогда это все может очень серьезно повлиять. поэтому Аксис токены на Jot токены, даже если они короткоживущие, даже если они только в памяти хранятся, это не самый лучший способ организации, например, банковского взаимодействия. Ну, там есть тоже свои способы, можно подключать криптографию, можно подключать различные способы, повышающие защищенность данных действий, но вот сам по себе токен, который описан в спецификации, его я бы не рекомендовал использовать в приложениях с повышенными требованиями безопасности. Таким образом, вот в этом рабочем процессе клиент должен отслеживать момент, когда токен уже, Аксис токен истекает, запрашивать новый токен, получать его в ответ, если у него есть действующий рефреш токен, если рефреш токена нет, он должен автоматически обновиться один раз, и тогда вы можете без повторного ввода логина и пароля продолжать свое движение вперед, но если либо рефреш токен уже истек, и вы не можете его обновить, либо попытка уже вторая, у вас должна либо вывести повторную форму входа в приложение, либо соответственно нужно генерировать события о безопасности. Таким образом, в основе джот токенов лежат два токена, это рефреш токен и аксис токен, первый из них долго живет, второй недолго живет, первый хранится в HTTP only cook, второй хранится в памяти клиента, и при закрытии браузера, при закрытии вкладки он теряется. Это такой базовый набор правил, которые нужно выполнять для любого нормального приложения. Возникает вопрос, окей, что если у нас перехватили токен доступа, какой-то злоумышленник перехватил, мы никак его не защищаем, сервис никак не может сделать, ничего не может сделать с тем, чтобы его поместить в черный список, потому что основная идея использования джотокенов это разгрузить сервис, как раз, чтобы он не хранил никакого стейта, который бы позволял вот сессию на стороне сервера хранить. То есть мы как раз идея джотокена в том, чтобы сессию вынести на сторону клиента и любой сервис, даже если у нас, например, много нод, то есть у нас не одна нода, один сервис, а один сервис и много нод, и мы везде передаем GVT и спокойно, горизонтально масштабируем и не думаем о том, что сервис с однотипными функциями по однотипному джотокену никаких сессий не создает, каждая сессия соответственно хранится на клиенте, вся необходимая информация передается в рамках запроса, то есть у нас нет сессии, а следовательно мы можем горизонтально все замечательно масштабировать, то есть это основная идея. Поэтому если у нас токен доступа каким-то образом скомпрометирован, то единственный вариант это дождаться, когда он будет истечен и за это время сервис естественно будет работать и со злоумышленником. Существует несколько вариантов как можно, ну например вы можете клиенту показывать какие-то основные информацию о его аккаунте в окне, то есть основная идея токена доступа, что пользователь в этот момент сидит за компьютером, он его получил, он у него на 10 минут, соответственно он в эти 10 минут работает, если что-то происходит с его аккаунтом и это отображается в его интерфейсе, он соответственно это может увидеть и щелкнуть соответственно о том, что его токен скомпрометирован, тогда к сожалению возникает вопрос что делать и в большинстве случаев простых решений для сервиса не существует, но к сожалению пользователь в этот момент пока не стечет токен находится в ситуации когда ничего сделать нельзя, вот это недостаток джок токена но как только время жизни токена истекло единственное что единственный момент это поменять секрет если это действительно что-то такое очень важное мы можем секрет поменять все токены все токены доступа которые у нас есть у клиентов сразу станутся невалидными но они тогда через рефреш токен автоматически обновятся их отобьют они обновятся и большинство пользователей заметят небольшое замедление это вот единственный такой вменяемый момент который я могу предложить в данной ситуации это изменить секрет с помощью который идет валидация и верификация токена вот других вариантов нет зато из-за того что у нас есть рефреш токен который долго живет есть сервер который отдельно под это тело закончен заточен и есть состояние токенов мы можем инвалидировать рефреш токен то есть мы можем отозвать и рефреш токен мы можем вот сюда добавить бизнес логик бизнес логик черный список blacklist и соответственно пользователь нажимая отозвать токен он отзывает рефреш токен он помещается вот сюда в черный список и все кто его предоставят они автоматически становятся нарушителями и мы соответственно уже там логируем информацию всех нарушителей для дальнейшего расследования и так далее тогда у нас для того чтобы получить новый рефреш токен нужно снова ввести логин и пароль и все более-менее выравнивается это единственный способ сделать что называется и уменьшение оптимизировать нагрузку на сервисы убрать с них set state и в то же время обеспечить базовую небольшую но безопасность вашего приложения все остальные варианты которые реализуются на практике это перенос черного списка блоклиста вот сюда отсюда возникает соответственно необходимость синхронизации черного списка при многоновом сетапе это очень сложно очень медленно и тогда просто нужно в принципе отказываться от идеи джо токена то есть джо токены нужно выдавать на очень короткий промежуток времени в рамках которого даже если что-то произойдет мы считаем что за это время пользователь точнее злоумышленник не может нанести серьезного ущерба и более того за пределами этого интервала когда мы зафиксируем инвалидацию рефреш токена мы можем откатить транзакцию которую сделал злоумышленник то есть если у нас за 15 минут мы знаем что там что-то было и злоумышленник и легитимный пользователь что-то делал мы дожидаемся когда токен завершается рефреш токен аннулируем откатываем транзакцию и все и нормально дальше занимаемся устранением проблемы то есть за 15 минут вот все что пользователь там мог нужно делать он уже ничего как бы это все должно в рамках транзакции иметь возможность откатиться тогда рефреш токены имеет смысл использовать если это например банковское приложение за эти 15 минут пользователь перевел деньги на свой счет понятное дело что если мы не можем откатить такую транзакцию то использовать зло токены с доступом и рефреш токены не стоит вот таким образом мы в приложениях ну например такой доступ вполне может тип доступа применяться в приложениях где read-only режим работы то есть пользователь не выполняет никаких действий модифицирующих стейт а только читает например журнал с хакера ру у него вполне можно доступ к чтению статей сделать по джо токенам и тогда даже если у пользователя он утечет ну минимизация будет минимальные потери ничего такого страшного не произойдет если мы даем пользователю право на выполнение действий от джо токена тогда здесь нужно и мы хотим использовать опять же джо токены тогда здесь нужно просто увеличивать количество токенов то есть на каждый тип доступа мы даем свой токен соответственно каждый токен живет недолго вот мы хотим например у нас есть пользователь у него есть несколько действий которые он может совершить под каждый тип или группу действий, мы даем свой токен, они хранятся в памяти, и клиент сам определяет, какой токен предъявить для каждого действия. То есть авторизация на основе JOT токенов тогда делается под каждое действие. Тогда утечка одного токена не повлечет за собой прямо тотального потеря контроля. То есть все действия, которые с использованием JOT токена с доступом, с типом доступ, выполняются на сервисе, они направлены на то, чтобы увеличить количество ключей и уменьшить количество срока жизни этих токенов. То есть понятно, что мало того, что токен должен новый выдаться, он, соответственно, должен выдаться по возможности еще и с другим ключом. Тогда мы можем ключи отзывать и тоже инвалидировать только определенного типа ключей JOT токены. То есть понятно, что если у нас есть ключ 1 для группы 1 действий, а ключ 2 для группы 2 действий, соответственно, отзыв только одного ключа никак не влияет на токены, выданные в другую группу. Но это усложняет общую архитектуру работы системы. Это не меняет принципы получить ключ доступа, аксис токен, или точнее токен доступа, передать его клиенту, сохранить в памяти и отправлять этот ключ сервису. Но количество ключей увеличивается, количество токенов увеличивается, архитектура получается сложнее, но зато мы можем гибче их отзывать и, соответственно, при компрометировании какого-то из ключей мы можем отозвать только группу ключей. Вот как-то так это работает. С JOT токенами, как я уже сказал, всегда нужно оценивать пользу по отношению к вреду. Вреду? Вреду? Как это правильно? Скажите в комментариях. Вот. И для приложений с повышенным уровнем требований к безопасности JOT токены использовать, ну, посевместно, как минимум, точно нельзя. Для каких-то действий можно. Вообще JOT токены идеально подходят для read-only действий. То есть, когда нужно прочитать какую-то информацию, предназначенную только какому-то конкретному пользователю. Также JOT токены замечательно подходят для взаимодействия внутри, например, сервисного или микросервисного приложения, когда у нас есть сервис 1, сервис 2, и мы можем передавать на вход второму сервису JOT токен с необходимым пейлоудом, и он может проверить, ну, точнее, время вот таких токенов вообще может быть копеечное, и он может проверить его и выполнить какое-то действие под цепочкой. В принципе, так допускается. Ну, в принципе, это допускается даже через клиента сделать. То есть, для многосервисных и микросервисных архитектур, в принципе, допускается использование JOT токена для вот таких коротких транзакций. То есть, в любом случае должен быть транзакционный подход с возможностью отката транзакций, и тогда JOT токен, в принципе, можно использовать. Вот это я вам хотел рассказать. Если интересно дальнейшее развитие темы с JOT токенами, задавайте вопросы, пишите комментарии, критикуйте, ругайте. Все это приветствуется. С вами был Sawyer. Спасибо, что слушали. До свидания.